В одном из видео я говорила, что благодаря войне люди осуществили желания. Благодаря. То есть война, она стала инструментом, благодаря которому люди осуществили свои желания. Кто-то осуществил желание поездить по Европе, видите, Германия, Польша, Испания, кто-то поехал в Америку, кто-то умер. О чем это говорит? О том, что у одних было желание путешествовать, а у других было желание умереть. Кто-то благодаря войне развелся. Я работала с одной девушкой, она говорит, что мы до войны жили как кот с собакой, что называется, ругались до смерти. И во время эвакуации она поехала в Польшу, он остался в Украине. За это время она осознала, что они не пары друг к другу, она развелась и уже там встретила другого парня. И она говорит, если бы не война, мы бы до сих пор бы жили, вот это вот, влачили жалкое существование друг к другу. А так, и он нашел уже девушку, и я нашла, и я счастлива, и он счастлив. Поэтому, если происходят хорошие вещи благодаря войне, то значит и плохие вещи тоже благодаря войне. Люди очень часто говорят, ну не может такого быть, что дети хотели умереть. Мы это смотрим с точки зрения плоти. А с точки зрения, с точки зрения вечности, вечной души, душа пришла в воплощение, душа покинула в воплощение. Для души скинуть вот эту плотную одежду для нее не представляет никакой сложности. Вошла в воплощение, вышла из воплощения, вошла в воплощение, вышла из воплощения, раз воплотилась. Душа пришла, ушла, и у нее были какие-то конкретные задачи. Может быть, как раз-таки у него были задачи, вот как раз это были задачи. Нам очень сложно в это поверить, нам очень сложно это принять, эту мысль. Почему? Потому что мы к себе относимся как к физическому телу. Но Бог есть Дух. Тот читал Библию, тот поймёт меня сейчас, тот услышит. И я прошу вас, услышьте это. Это не я говорю, это Бог говорит. Бог есть Дух, Он не есть плоть. Поэтому мы сотворенные по образу и подобию, мы Духи, пришедшие во плоти. Мы оделись в гардероб на своей маме, в эту одежду, пришли выполнить какие-то задачи. И чем больше я провожу реализии, тем больше я вижу, что очень многие люди пришли в тюрьму. Они как заключённые, они как рабы. Потому что в прошлом воплощении с чем-то не развязались, что-то не простили, что-то не отпустили. И в этом воплощении они продолжают быть в тюрьме. Поэтому для того, чтобы не быть в следующем воплощении в тюрьме, пришло время заниматься этим. Это главная работа, ради которой мы пришли сюда, на эту землю. Потому что многие думают, моя задача ходить на работу и зарабатывать деньги. Когда вы понимаете, что Бог мой обеспечитель, Бог мой работодатель, тогда я начинаю работать на Бога, а не на своего работодателя, потому что тот может обмануть. А вот когда я работаю на Бога, он мой обеспечитель, и руками делателей своих он меня обеспечивает. Понимаете, это совершенно другое.